Ночные волки позвали детей на ёлку, но хороводы там не водили и стихи с табуретки тоже не читали. Там всё было совсем по-другому. Репортаж Михаила Кацала. На такую ёлку родители с удовольствием пришли бы и без детей. Ведь в этом году байкерское шоу поставлено по мотивам то ли глобального кризиса, то ли звёздах войн. Поле битвы, вся Россия, цена мирового господства, стратегические энергоресурсы. Взамен нефть, лес и газ. Урал, Сибирь, Донбас, Куспаса. Мировое зло у байкеров получается особенно убедительным. Не развязать без хитрости узла. Где там у нас катализатор зла? Большинство актёров это члены байк-клуба «Ночные волки». И такими персонажами действительно можно пугать детей. Естественно, в мирных целях. Сейчас с детьми, если они не видят, что что-то с ними не по-настоящему играют, или что-то такое искусственное, они не будут реагировать. У нас ведь зло здесь такое, что они сразу реально чувствуют, что это всё по-настоящему. Половина спектакля – это красочная борьба плохого с худшим. Причём отечественное зло в лице Кощея Бессмертного выглядит не так инфернально, как гости из-за океана. Мне! А вот раз родной народ! Ах ты, урод! Я патриот! А коли сунетесь в ближайшем же в бою, я вам могилки пепси-колою залью! На премьере актёры многое часто импровизируют. И не потому, что текст не помнят, просто входят в азарт. Исполнительница главной женской роли говорит, что ещё никогда не играла такую снежную королеву. Мне кажется, это потрясающе. Мне кажется, нигде ещё не ставят таких ёлок. По крайней мере, в Москве. Может, смысл постановки усвоили и не все юные зрители, зато спецэффекты, трюки публика оценила по достоинству. Байкер и ёлка. Казалось бы, что их может объединять в промедорожном транспортном происшествии. Но там, где профессиональные актёры, как правило, ограничиваются обычной новогодней халтурой, этот по-настоящему народный театр готовит полноценное представление и никогда не повторяется. Один только вопрос. Можно ли такое показывать детям? Да ещё и на ночь. Михаил Кацал, Андрей Сушенков, Кирилл Аксёнов, телеканал «Звезда».